Дорогие друзья, это видеосылка. С вами Валерий Буфсуновский. Мы сейчас рассмотрим вопрос, как новичку начать писать в стиле ООП именно быстро изучить. Быстро. Ребят, вот здесь я именно применил слово быстро. Быстро. Сделаю оговорку. Быстро именно для вас. Но в среднем, я беру совершенно реальный пример, совершенно реального человека. Вот, Сергей Асачий. Хотя я знаю, что очень многие делали этот курс, но просто человек, который не боится задавать вопросы в группе. Пять месяцев назад я ее бунту установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся. И все, дело сделано. Программа обучения очень мне нравится. Все круто. Бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка. Но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми словами не опишешь. Каждый день что-то новое. Ребят, теперь я поясню вот это слово быстро. Сейчас я расскажу. Вот начальный код Сергея. А вот через пару месяцев. Ребят, ну есть на что посмотреть. Согласитесь. Учитывая, что в Python ООП сам полез. А вот здесь мы как раз берем курс ООП. Я в этой статье описал важно предпосылки этого курса. Ребят, обратите внимание. Когда я говорю слово важно, это значит нужно обязательно обратить внимание. Так вот, говорю важно. Это курс дополнительно к школе. То есть в школе есть уже, ну я уже не считаю, но примерно уже наверное 14 суток видеоуроков. Но вот если посмотреть, зачем этот курс, я сейчас постараюсь пояснить. Вот смотрите. Вот человек, да? Какой-то Желтенький пусть будет. Так вот, вот человек. Вот пришел новичок, изучил Python и уже пишет некий код. То есть уже пишет. Ну как получается? Ну я так к примеру говорю. Пишет. Пока смотрю уроки, понимаю. Перестал смотреть уроки, не понимаю. Потом проходил промежуток времени, и он у всех разный. У кого-то он длился 3 месяца, у кого-то год. То есть каждый начинал писать, писать начинали все. Да? Кто-то начинал писать, когда просто делал приложение там Django. У меня, допустим, лично это произошло, когда я открыл файл настроек Django и вдруг словил на себя. Оказывается, в файл настроек Django, ну вот я открою любой проект, оказывается, я помню, смотрю, это было давно, баааа, так это же словарь. И я понял, я понял, что я вижу, что это тип объекта, что вот этого строка, потому что я помню 2009 год, когда я полтора года не мог войти в язык, а еще до этого у меня друг есть такой в Минске, Дмитриевич. Прихожу, он что-то там пыхтит, тогда еще есть ТМЛ изучали, да. Вообще, что ты делаешь? Говорит, да я вот где-то запятую не поставил. Ну, тогда вот такие были ассоциации, понимаете, если абсолютно верно. То есть, то, что вас отличает от программиста или от непрограммиста. Так вот, в этой статье я рассказал... Где статья-то? Я рассказал, что это за курс. То есть, это дополнительно. Это именно то связующее звено, чтобы новичок, именно новичок, сразу начал практиковаться. То есть, в чем смысл этих занятий? Я здесь направляю. По сути дела, к этим занятиям человек подходит, когда он прошел... Вот он пришел, вот полный ноль, да. Именно полный ноль. Он зашел в кабинет. Нажал ссылку. Вот, пожалуйста, Python с нуля первое, второе. То есть, прошел первые уроки. И как я здесь говорю, расписываю, что дошли до функций и погнали. Есть еще первая часть там записей 70, а это уже вторая часть, да. То есть, где мы конкретно занимаемся ООП, объектно-ориентированным программированием. При этом мы занимаемся в Python, но это будет также справедливо и для Kotlin, это будет справедливо для любых других языков. Основы объектно-ориентированного программирования, они везде одинаковые. Я рассказал историю, почему этот курс, значит, родился. Ну, основную цель я рассказал. Дал ссылки. То есть, по сути дела, привел примеры кода, да, реального человека. Это предыдущие занятия, которые вы будете проделывать. И рассказал о важности изучения двух языков. Статью писал обдуманно, переделывал. В общем, писал таким способом, чтобы абсолютно каждый человек мог уяснить себе, да, что объектно-ориентированное программирование ему подстать. И сразу же, сразу же, вот у нас начались первые занятия. Как я сказал, это, ребята, кроме школы, это дополнительно в школе. Это, посчитайте, вот я занимаюсь с вами как бы в индивидуальном порядке, но я работаю с группой. Я даю задания, даю где посмотреть, но вы работаете сами. И в чем суть? Вот как Сергей Асачи писал, да, все скинулись по совету, и все в шоколаде. Это действительно так. И если предыдущие уроки, как вы увидите, потому что для этого еще я создал целый раздел, да, который буду вести, чтобы зафиксировать важные вещи, чтобы человек, когда бы он не пришел, он мог приступить к этим заданиям и проходить по ним, да. И вот первое задание. Вот я просто вот вам показываю, вот мы начинаем работать, да. Листинг. Задание первое. Прежде чем дать полноценное домашнее задание, а это опять будет, вот ранее я давал зоопарк, и именно Сергей Асачи и писал, и другие ребята делали, но побоялись код выкладывать, да. Сейчас, надеюсь, что будет больше людей. Так вот, прежде чем дать полноценное домашнее задание, давайте начнем с главного. Что из себя представляет Python ООП? То есть, в первую очередь, надо себе в голову уяснить и понимать три вещи. Если эти три вещи есть, инкапсуляция, наследование, полиоморфизм, то значит, это объектно-ориентированное программирование. Допустим, в Kotlin эти вещи есть, то есть это совершенно полноценные языки. Дальше я пояснил, почему это важно. Часть задания два. Это есть уже в первой части, кто проделал self в Python, да, это клей. И зачастую, вот новичок вообще об этом не задумывается, да, но насколько вот я задавал вопросы ранее, и Сергей Асачи сколько накопал. То есть, и насколько резко, резко моментально его код, где он, его код резко, резко преобразился уже совершенно в другие вещи. Я увидел действительно профессионально уже написанное, да, то есть self-quartz, self-quartz 2. То есть, и эти вещи в функциях мы ранее изучали, но он начал применять этот клей. Да, он все это расписал. Но я еще и еще раз, ребята, требую, прошу эти вещи еще раз уяснить. Дальше я дал, чем руководствоваться. Дальше дал, если человек совсем чайник, то есть просмотреть первые там один из уроков и прочитать статью. И далее дал некоторые рекомендации. То есть, опять, если уже мы пошли копать ООП, да, ООП, то давайте это делать профессионально. Я прошу, ребята, если уже кто смотрит, мне не надо здесь книжных слов. Мне надо всего лишь ваше понимание. Рассказывайте своими словами. Пусть это будет криво, косо. Но важно, чтобы было видно, что вы понимаете. Вы можете объяснить. Не только понимаете. Вы это можете написать в коде. Вы это видите в коде. Вы это читаете в коде. Вы это... У вас это начинает держаться в голове. Вы посмотрели? Ага. Есть наследование, нет наследования. То есть, прежде, понимаете, надо захватить ядро. Ядро Python. А дальше мы пойдем углубляться. Цель курса, цель курса, еще раз говорю, начать профессионально писать объектно-ориентированное программирование. Отвечая на вопрос, зачем это, важно, воспринимаем на слух. Ребята, все библиотеки Python, абсолютно все, написаны в стиле объектно-ориентированного программирования. Понимая объектно-ориентированное программирование, для вас совершенно не важна будет сама библиотека. Вы будете библиотеку выбирать для выполнения неких действий. Далее, посмотрели, что есть что, и пишете опять же в объектно-ориентированное программирование, не поставляя методы этой библиотеки. Но самое важное, что ваш код же, кроме этого, вы же будете сами писать, и он будет включать действительно настоящее объектно-ориентированное программирование. То есть это вам даст применять любые библиотеки, это вам даст возможность дописывать какие-то библиотеки, переделывать под себя. Это вам даст делать любые вещи. Особенно важно, сейчас вот в школе потихонечку будет начинаться блокчейн, а там объектно-ориентированная программирование, без него никуда. Если вы собрались изучать машинное обучение или бигдата, ребят, так там вообще все, объектно-ориентированное программирование. Там сложного ничего нет. В объектно-ориентированном программировании, ребята, сложного ничего нет. Ведь я дал, дам ей эту ссылку, кто не верит, а я докажу вам. Вы объектно-ориентированное программирование используете каждый день с детства. Я дам вторую ссылку на открытые курсы. 11 уроков я показал очень простым языком, что каждый это использует. Но сейчас мы переходим конкретно к уже работе. То есть, что получается в школе? В школе, конечно же, человек учится по урокам, изучает Python. И заметьте, ведь кроме вот этого курса еще куча уроков джанга там есть, машинное обучение, котлинг, то есть много. Я сказал, что ООП это идет отдельное дополнение, которое благодаря, во-первых, ребятам, которые просто жаждут этого знания, и мне самому становится интересно сделать действительно мощный курс. Но основная задача именно убрать пробел у новичка, чтобы человек быстро, ведь есть результат, вот 5 месяцев пишут на двух языках, чтобы человек быстро начал писать, чтобы не было вот этого вот провала, когда человек проделал уроки начальные, да, а потом знаю, не знаю, вот, берем и делаем. И почему этот курс работает? Потому что этот курс вы делаете сами, но вы делаете как бы с преподавателем. Я вас четко направляю. В общем, прочитайте статью. Я долго писал, долго писал с обеда. Не то, что просто приходилось некоторые вещи переделывать, но, пожалуйста, вы прочитаете, и вам будет все очень понятно. Очень понятно. И еще раз, еще раз важное хочу сказать, что это дополнение в школе, которое не так давно началось, ну, буквально вот полгода, да, а в школе основное занятие по урокам. Это плюс к урокам, мы работаем в группе, где вы делаете, я направляю. Получается, что ваш опыт, вы приобретаете самое главное, опыт. То есть, реально, это и есть, ребята, самое настоящее программирование, которого вы не найдете, наверное, нигде в школе. Спасибо вам за доверие, успехов.